всем привет в эфире канал видео охота сегодня как я и обещал мы поговорим и посмотрим непосредственно как нужно лить охотничью дробь домашних условиях с помощью вот такой самодельной дробалеки о которой я более подробно рассказывал своем предыдущем видео поэтому если кто-то его не видел можете посмотреть все всю непосредственно конструкцию что нужно где и как делать какие отверстия и так далее а сейчас вот она в принципе собрана эта конструкция здесь латочек расположен под приблизительно 45 градусов здесь лежит свинец который мы разогрели с помощью паяльной лампы и свинец будет непосредственно капать в охлаждающую жидкость вот целую емкость и таким образом будут появляться непосредственно сами дробинки значит сейчас приступим непосредственно к плавке свинца и вы увидите как это все технологически и происходит ну что ж приступим так ну вот мы закончили литье дроби сейчас проверим что у нас получилось конструкцию значит скажу изначально что в качестве охлаждающей жидкости использовалась обычная нагретая вода то есть вода практически доведена была до кипения вот потом эту же воду наливаем сюда и сверху этой воды добавляем обычного моторного масла я в данном случае наливал отработку сверху вот и вот этот процесс который вы только что видели дробь капала по этому желобку и падала вниз сейчас посмотрим что у нас из этого получилось сейчас я вылью этот раствор охлаждающей жидкости отберем дробь и посмотрим что у нас ну и так вот я вылил охлаждающую жидкость из этой емкости и вот какая дробь у нас получилось обратить внимание дробь намного калину более качественной чем то дробь которую я велел ранее вот в плане того что в этот дробь несмотря на то что она имеет но не совсем идеальную шарообразную форму но тем не менее здесь зато не встречается пустоты в этой дробинке то есть дробь довольно плотная цельно и вес прилично имеет поэтому если разделить вот это вот полученную дробь на номера то здесь имеется пятерочка и шестерочка есть вот ну друг такая знаете я бы назвал ее универсальной планет охоты на дичь то есть с нее можно бить свободно утку без проблем ее же можно использовать и при стрельбе по фазану можно стрелять и куропатку вот то есть вот такая вот я не стараюсь слишком много разновидностей дроби дроби в брать с собой я пытаюсь подобрать такую оптимальную дробь который бы мог стрелять и фазана и куропатку и утку и голубя поэтому вот такая дробь которую я лью с помощью вот этого данного приспособления которые увидели я получаю вот такого качества дробь для меня она принципе практически подходит вот очень хорошо бьет птицу поэтому смотрите можете использовать этот метод для тех кто может быть недостаточно внимательно смотрел ролик я еще раз напомню по поводу того что я вот здесь использовал значит чтобы лить эту дробь я использовал в качестве охлаждающей жидкости обычную горячую воду то есть довел я практически до кипения потом налил его сюда затем я сверху этой воды налил моторного масла небольшой слой вот может это в рамках сантиметра может по высоте сверху воды вот и благодаря вот это вот масляной так скажем пленочки вот такая вот дробь получается ее можно еще довольно таки но просеять и успешно использовать на охоте вот что особенно хотел бы обратить ваше внимание основную сложность составляет в изготовлении вот этой вот охотничьей дроби самодельной тот факт что нужно установить оптимальное расстояние между отверстием в лотке где плавится непосредственно свинец и до вот этого вот желобка то есть расстояние от отверстия до той жидкости которая покрывает вот этот вот желобок должно будет где-то в рамках пол полтора сантиметра приблизительно а расстояние от отверстия лотка и до момента соприкосновения дробинки с самим лотком не до воды самим лотком где-то 5-7 миллиметров вот если вы идеально выдержите вот это вот расстояние то есть зафиксируйте хорошо лоточек по отношению к вот этому желобку тогда вы получите довольно эффективную дробь вот возможно даже вот лучше чем вот этот который я только что налил с помощью данного приспособления вот из всего ранее которые вам показывал я считаю вот этот мне больше всего нравится потому что дробь из него получается довольно таки неплохая я ее немножко еще просеиваю и практически уже отбирая дробь которая имеет идеальную форму вот такая вот дробь для меня для моей охоты я ее считаю практически универсальная по птице ну на гуся то отдельный вопрос там уже естественно это дробь будет маловато и там нужно более особый подход а вот для такого голубь фазан куропатка утка и принципе и вальшнепа можно бить с этой дроби вот я свое время осенью охотился и довольно успешно сбивал дробь этой дробью вальшнепа поэтому если вам это видео было полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии может это уже такой способ использовал своей практике буду рад услышать на сегодня все новых встреч и 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